Наталья Любовна Мишатина Наталья Любовна Мишатина Наталья Любовна Мишатина Наталья Любовна Мишатина Есть только одна книга за всю историю методики, которая выдержала 12 изданий, это книжка «Водовозова. Словесность в образцах и разборах». Но кроме этого следует отметить человека, которому мы памятью дорожим, гордимся, это Григорий Александрович Буковский, который руководил кабинетом русской словесности, вот здесь, в Институте совершенствования учителей, который руководил кафедрой русской литературы, который руководил сектором литературы в Петербургском отделении, тогда это была не Российская Академия Образования, а Академия Педнаук. И в этом смысле наука и методика, и школьная практика находилась всегда в тесном единстве. К сожалению, с 90-х годов пропасть между реальной наукой и реальной школьной практикой все время возрастала. А если учесть, что сегодня мы находимся в ситуации, когда язык подвержен очень сильным изменениям, и вот присутствующий здесь Валерий Анатольевич Ефремов, профессор Герсонского университета, выступал уже неоднократно перед нашими петербургскими учителями и на огромном количестве примеров показывал, что сдвиги, которые происходят сегодня в образовании, в образовании языковом, часто оказываются, скажем так, не буду говорить деструктивными, потому что не надо себя пугать, но во всяком случае очень серьезными. Приведу лишь только один факт из одного из выступлений в Российской Академии Образования известного российского лингвиста Максима Хрангауза, который говорит, что сегодня даже профессиональный филолог, скажем так сказать, активно действующий, в день пишет по 40-50 электронных писем, не маленьких записулечек, а именно писем, и эти письма он не успевает проверять, соответственно, он допускает энное количество ошибок. А если взять, что непрофессиональные филологи в сетевом общении допускают этих ошибок море просто, то становится понятно, что у наших учеников сегодня не существует престижа грамотного письма. Им непонятно, зачем писать грамотно, если все теперь пишут понятно. Вот понятно для других. И действительно серьезные смыслы подменяются часто весьма поверхностной информацией. И это большие проблемы. Очевидно, что мир меняется так быстро, и мы все время говорим, и сейчас появился новый термин, педагогический, от чего я начинаю вздрагивать. Вот коллеги-лингвисты, я не знаю, я когда слышу об инновационном поведении, мне становится не по себе. Да, это уже такой новый педагогический термин. У нас был термин диссеминации педагогического опыта, пришедший к нам из теории инфекционных заболеваний. Как заражение. Но это не заражение, а что-то. Это диссеминация, то есть диссеминируем. Вот, знаете, так упал, отжался. Это совсем другие какие-то вещи. И у нас происходит совершенно безумное. То есть мы отрываемся от реальных корней русского языка и нашей культуры, в основании которой, конечно, язык, которым мы должны гордиться. И в этом смысле приведу один пример. Вот сегодняшняя коммуникация – действительно культура. У великого филолога Гаспарова как-то спросили, и это есть интервью, как он относится к языку эсперанто. Меня совершенно потряс его ответ. Он сказал, я никак не отношусь. У него спросили, вы что, так плохо относитесь к этой возможности людей общаться целым миром, все вместе. Он сказал, да нет, это замечательная идея. Ну просто, понимаете, на этом языке еще не написано ни одного великого произведения литературы. Вот когда напишут, они будут оправданием существования этого языка. У нас есть такие оправдания. Но чтобы наши сегодняшние ученики воспринимали тексты литературы не как информацию, а как что-то более содержательное, мы должны очень глубоко проникать в язык. Система образования – это способ репродукции государства, его устойчивости. Образование обеспечивает устойчивость государства не меньше, чем экономика. Чем жестче государство вторгается в нашу сферу, тем меньше в ней творчества. Когда государству, как в 90-е годы, некогда было на нами заниматься, мы жили бедно, но счастливо, потому что у нас было очень много творческих поисков. И сегодня, когда мы живем в такой довольно сложной атмосфере, мне кажется, что потерять интерес к научному, методическому и учительскому поиску и творчеству – это значит потерять образование. Потому что наши дети сегодня, ну я не знаю, инновационное у них, или от слова энтропия, наверное, энтропиозное, я не знаю, как сказать, поведение, но так или иначе они устремлены в будущее. И в отличие от нас, кто живет в традиции, они знают, что мир завтра будет совсем не таким, как сегодня. Вот мне кажется, что мы должны их увлечь тем, что есть основания и корни, и что принадлежит, как говорил Михаил Михайлович Бахтина, за ним очень многие историки, большому времени. Вот язык с его основанием принадлежит большому времени. И мне кажется, вот эта методическая школа, которая по праву возглавляет в России Наталья Львовна, она как раз создает такие условия. И есть еще несколько проблем, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. Вот очень важно, что концепт существует в языке как порождающая модель. Эта порождающая модель способна интегрировать и интегрироваться с разными областями знания. Иногда она вступает в противоречие. Но вот меня когда-то всегда занимала миграция терминов из одной научной области в другую. И я даже понял, что есть термины, которые я очень люблю. Например, мне очень нравится такой термин «внутритекстовая интерференция», когда один текст накладывается на другую, как световые потоки в физике, в оптике. И мы можем наблюдать, например, в рассказе «Чистый понедельник», когда героиня читает первые строчки и последние строчки «Жития Петра и Февронии Муромских», до чудес, правда. Становит совершенно очевидно, что Бунин вложил текст в текст. И понять Бунина без другого текста невозможно. И вот это очень интересно. И мне кажется, что одна из сильных сторон этой методики, которая будет оценена потом еще не только нашим филологическим сообществом, как раз заключается в том, что эта методика говорит о языке в самом широком понимании. Она проводит, с одной стороны, дифференциацию между наивным языкознанием и научной картиной мира, как они взаимодействуют. Вот у нас на кафедре Ирина Анатольевна, она все время занимается почему-то не меньше с филологами, чем с естественниками. И надо сказать, что на кафедрах естественно-научного образования вот этот концептуальный подход к языку тоже находит большой интерес. Все-таки мы стараемся сделать вещи удивительные и делаем. У нас очень сильная традиция. И мне кажется, что вот школа, этот невидимый колледж, который создается сегодня, в том числе усилиями Натальи Вовни, которая оказалась в центре этого колледжа, делает вещи необыкновенные. Потому что, вы знаете, уже лет 10 назад, когда у нас все заговорили про Пизу и стали говорить, «Боже мой, как мы отстаем!» Я познакомился с одним шведским профессором, Орином Тореллом, который защитил диссертацию на сопоставлении русской традиционной системы литературного образования и европейской. И он сказал, что проверки Пизы годятся только в лучшем случае для публицистических текстов. Они абсолютно по механизму не работают для проверки понимания и проживания текстов художественных. А вот здесь мы сталкиваемся с той методикой, о чем много уже говорили, которая соединяет язык и литературу и способствует проживанию литературы и русского языка как личного очень важного события. И самое, конечно, ценное, что это не методика, которая написана в книге, которую сегодня мы представляем, но это методика, которая живет в школе. Продолжение следует...